Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи везде, и вся исполняй сокровища благих, И жизнеподателю прийди в силе земли, И очисти нас всякие скверны. И спаси, Блажен душа наша. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот воскресный вечер. Направь наши мысли по правильному, взрослому. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, мы проходим противосектантские материалы. Мы остановились на девятом возражении сектанта. Надежда благодатская, там собака лает у вас, мешаете. Итак, возражение сектанта. Матфея 23, 8, 10. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Ну, понятно, к чему гонят сектанты. Что у нас в православии везде Отец, Сева, там Отец, Отец, то есть священник называют Отец. Но Слово Божие, по их мнению, говорит, что не нужно так называть. Значит, православные, это вера неистинная, потому что противоречит Слову Божию. Что же в таком случае нужно отвечать на это возражение? Так, Виталий, ну, вроде с тобой договаривались, что ты будешь роль православного читать. Готов. Ну да, если ты покажешь этот, как сказать, экран, экран, экран. Да, все на экране, читай. Секреты апостолы бесконечно лучше понимали и исполняли учения Христа, чем наши сектанты, протестанты. Однако мы видим, что они, апостолы, и себя, и других называют учителями. 1 Коринфянам, 12 глава, 28-29 стихи. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, третьих, учителями. Эфесинам, 4 глава, 11 стих. И он поставил одних апостолами, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Римлянам, 12-6-7. И как подданы нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Иаков, 3 глава, 1 стих. Братья, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. 2 Тимофеев, 2-7. Для которого я поставлен проповедником, и апостолом, и учителем язычников. 1 Тимофеев, 2-7. Для которого... А, ну вот, еще раз. Чуть-чуть отпусти, Сергей, не видно тут из-за иконок участвующих. Для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, нюгу, учителем язычников в вере и истине. Не называйте себя учителями, то есть родоначальниками нового учения. Святые апостолы называли себя и других отцами. Так, что-то я немножко уберусь. Римлянам, 4-я глава, 16-7. Итак, поверь, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано. Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил. Холосинам, 3-21. Отцы, не раздражайте детей, дабы они не унывали. Деяние, 7-2. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии. 1 Иоанна, 2-1. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна, 2-13. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юношу, потому что вы победили лукавого. Галатам, 4-19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. 1 Коринфянам, 4-15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 1 Иоанна, 2-12-14. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Евреям, 13-7-17. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Так, секунду, подожди. Называя себя и других учителями, отцами, наставниками, святые апостолы не могли противоречить Христу. Очевидно, что Христос запрещает здесь называться упомянутыми именами по гордости и тщеславию, как родоначальники. Наши же пастыри справедливо называются учителями, ибо учат народ в вере Христовой. Называются отцами, ибо духовно рождают детей благовествованием и благодатью Святого Духа, в совершаемых ими святых таинствах. Да, микрофон выключи. Называются наставниками, ибо наставляют верующих на добрые дела. В подавляющем же большинстве случаев священники не благовествуют вообще, и поэтому никого духовно не рождают. Поэтому их название «отцы» имеет чисто условное значение. В вопросе благовествования мы должны согласиться. Дело поставлено не просто плохо, а никак. И вся причина в том, что живую проповедь заменили только одним богослужением, говоря, что служба наша – это и есть проповедь. Вот здесь весь корень вины православных пастырей. Почему возникают разные секты? Учение – свет, а не учение – тьма. Ненаученный народ, не знающий Слово Божие, делается легкой добычей хищного зверя сектантов и запутывается в терновнике грехов и лжетолкований. Священник, который не учит ведению закона Божия, по слову Златоуста, хуже убийцы. Согласно и нравственного, и божественного закона должны быть запрещены в служении. Если кормчик корабля даже не подходит к штурвалу, то зачем он нужен? Сегодня мучаются батюшки конференциями, съездами, монархизмом, казачеством, черносотенством. Не могут истолковать слов евангельских, и народ уходит от них. Все быстрорастущие секты в России на 80-85% состоят из тех, кто назывался православным. К слову сказать, мы недавно были у баптистов, я даже трансляцию вел, и мне сказали они, что мы все родом из православия. Там нас обступили, мужчины. В этом отделе нашей книги, так называемом противосектантском, мы показываем, как бы должны были отвечать православные, и не только священники, сектантам. Но получается, что и православным, и сектантам можно сказать, Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, Заблуждайтесь, не зная истаний, ни силы Божьей. Сектанты знают хотя бы что-то, но далеко не все. Православные вообще ничего не знают. Сектантам, указывающим на какие-то места писания, Иоанн Златоуст говорит, Не показывай мне, где написано, А дай мне смысл написанного. Православный же говорит так, Ты не читаешь Писание, И поэтому, не зная законов Божьих, А не зная эти законы, Ты их нарушаешь, И нарушая, ты погибаешь. И все от того, что ты не читаешь. Во всех этих противосектантских материалах показано, А как должны бы отвечать православные на нападки сектантов, На их самооправдание, Почему они находятся в погибельной секте, А не в Церкви Христовой. После встреч с тысячами сектантов Были классифицированы все их доводы На основании Слова Божия. И даны ответы тоже согласно Слова Божия. Если мы действительно не только называемся, А являемся верующими, Имеющими страх Божий, То мы не можем без насилия над своей совестью После прочтения этих материалов Оставаться в своем заблуждении. Отныне ни один сектант не сможет сказать, Что он не слышал и не знал Правильного толкования и понимания. Люди, которые близко не знакомы с баптистами, Адвентистами и другими истами, Склонны думать, что они хорошо знают Библию. Мне пришлось провести сотни собраний с ними. Повторяю, сотни. Приходилось проводить собрания В их молитвенных домах По просьбе их пресвитеров. Так в Тбилиси только в один день Мне пришлось проповедовать восемь часов На грузинском, дагестанском, Русском собраниях взрослых и молодежи. И могу легко доказать в любом месте, Что сектанты не знают Библию. У них одно место не состыковывается с другим, Хотя они знают ее содержание. И даже некоторые места выборочно. Здесь же мы берем вопросы и нападки сектантов, Предлагая, что они могут задавать такие вопросы и всюду. Известно, насколько ленивы православные люди В изучении Слова Божия. Полные невежды. Но сектанты не менее ленивы. Ибо когда им даешь читать такие материалы, Они намертво уперты в свое заблуждение, Ибо до 90% времени у них тратится на песнопение. Так же, как и православные, Мурлычут целыми днями. Как у католиков, Самое главное заблуждение – Главенство Папы. Так точно у сектантов самый главный и больной вопрос – Отсутствие священства. По всем остальным пунктам мы можем допускать, Что у нас могут быть разномыслия, Только бы с их стороны не было хуления истины. Без священства нет церкви. Без церкви нет спасения. Без священства нет таинства. А значит и прощения грехов. Нет ни истинного крещения, ни причащения. Можем сказать, что без наличия всего остального, О чем будем говорить далее, Сектанты могут спастись без икон, Без креста и без крестного знамения, Без предания, без призывания молитвенной помощи Матери Божией, ангелов и святых. Даже можем предположить, Что и без миропомазания, И если законно рукоположенные епископы Будут возлагать руки. Даже без храмов и без куполов, Без всех наших икосов и кондаков, Акафистов, канонов, богослужения. Без литургии Василия Великого, Иоанна Златоуста и прежде освященных даров. Без колоколов, митр и без наших просфор, Еле помазаний. Без всяких рис и любых священнических одежд. Без целования рук. То есть без всего того, Что четко нельзя доказать на основании Библии. Ну я думаю, православные взорвутся здесь. После таких слов. Но без священства, без церкви, Без таинств нет никакой надежды на спасение. Все, что здесь я говорю, Это не по благословению епископа или священника. Я в этом и не нуждаюсь нисколько. Ни от имени церкви или какой-то юрисдикции. Ибо это ничего не прибавит к сказанному. Я говорю это только на основании Библии. По любви к православным и по любви к душам еретиков. А если они получат священство от католиков? А если не, да, вот вопрос. Крайне нежелательно сие, Ибо католицизм, папство, утонули в ересях. Но священство будет и тогда законным, Как у старообрядцев. Только бы они не хулили, Не отрицали все перечисленное выше, Что мы относим не к главному, А к второстепенному, То есть безразличному, но не вредному. Пусть у них не будет Ни четок, ни лестовок, ни поклонов, И останется все почти в той же форме, Как ныне у баптистов. Но только бы они вошли в церковь И соблюдали великий пост, И среды, и пятницы, Без признания остальных постов и постных дней. Пусть бы у них не было ни свечей, Ни краплений, ни лампад, Ни кадил, ни крестных ходов, Ни хоругвий, ни плащаниц. Вопросы, возражения? Дополнение, комментарии? Нужно, чтобы этот пресвитер ихный Это принял, понял, И тогда уже будет учить свою паству, Учитель ихный, ну, пресвитер, Этих, сектантов-баптистов, допустим. Когда этот будет наученный, Вот этот, пресвитер ихный, Тогда будет дело. А как его научить, Если он не принимает? Он говорит, не называйтесь от сами, А вы называетесь. Слово Божие ясно, говорит, Не называйтесь от сами. А дальше он венится, Читать. Тимяшево, что? Узарь взгляда на истину, И все, он такой кускай мыслит. Не называйтесь от сами, У вас отец-отец, значит, Вы уваженная религия. И все. А дальше исследовать, Что в каком смысле Это сказано, Не называйтесь от сами. А ему надо, У него паства есть, Они везетину платят, И все. Ему хорошо. Так, Игнать Тихонич, Добавить есть что, Выше сказано, По осам. Тут надо смотреть, Какой необычный прием берется. Мы сначала выслушиваем Разных людей, Которые не в Церкви Божьей. Какие у них претензии? Почему они не в Церкви? Они показывают, И что у них на одном месте Все базируется. Вот это надо. Самая главная их ошибка. То есть, в совокупности Библию они не знают. Одиннадцать них отбросили, Но этого недостаточно. Им надо все выбросить И оставить один стих, На который они опираются. Вот он сказал, Какое, Не называйтесь учителями, Они все одинаково говорят. Вот, Ну, Не один, Не день. Тысячи у меня людей Прошли сектантов. И все берут только один стих. А там, Где вместо на этот стих Дается еще двенадцать стихов, Которые говорят, Одних поставил учителей. Если не называйтесь учителями, А как же поставил? Поставил-то тот же самый Бог. Он не видит. Я ему говорю, Они даже не слышат. Я говорю, Ты можешь прочитать, Что поставил? Он говорит, Сказал, Не называйтесь. Они не могут объяснить Ни одного местописания. Вы даже не знаете, Думайте сектант, Вот он Библию держит, У каждой Библии не одна. А он не знает содержание. Не показывай написанное, А дай смысл написанного. Иоанн Златоуст. И дальше считаем первое Коринфянам, Посланник Ефесянам, К Тимофею, Наставника им поставил. Павел говорит, Я учитель язычников. Я говорю, Он говорит, Я учитель. Павел говорит, Он что, Не понимает? Хуже вас понимает? Он не слышит нисколько. Ну, Объясни, Как совместить С тем местом-то? Чтобы совместить, Это надо молиться. Вот тут, Которые, Местописание, Прямо дается, Что новое учение, Изобретающий учитель, О которое готовое Учение передает, Он не тот учитель, О котором говорит Христос. Вот как Иоанну Крестителю Подходит, Ты пророк? Он говорит, Нет. Ну, Как же, Он же пророк. В оригинале стоит пророк С большой буквы. Под этой большой буквой Христос. Так и здесь. Учитель с большой буквы стоит. Но это уже написали, Так перевели. Почему? Потому что много отцов. У вас наставников, А не называйтесь наставниками, А Павел говорит, У вас тысячи наставников. Я ему показываю, Тысячи. Павел говорит, Тысячи. Слово отец, Мы повторяли, Сколько Аврам, Отец называет, Там забыт. Он ни на одно место Не может остановиться. Это одержимость бесовская. Я говорю, Смотрите, Вот не называйтесь. Давайте эти места, Чтобы они сошлись. Библия вся будет Углубновенная книга. Конечно. С этим соглашается. Ну, не может быть, Что Бог сказал Христос, А тут Павел бы забыл Или не знал. Почему Павел Называет учителями, Других поставил учителями, Наставниками. Прямо поставники писянам Мы сейчас считали. Он не слышит. Аспиды глухие. Но я говорю, Ваше понимание, Что нельзя называть, Православных осуждаете. Если ты это место Не можешь с тем совместить, У тебя Библия-то рассыпалась. Правильное толкование Только такое, Которому не противоречит Ни одно местописание. Там мы впереди говорили. Тут все непросто. Тут может пробить только Бог. Он в завале, Его танком завалил, Он там лежит В маленькой мячейке, Ни света не видит, ничего. Бог сказал, Не делай изображение Вверху-внизу. Мне сегодня уже не один Сбросил это, сектанты. Ну, в 25 главе говорит, Сделайте. Я ему показываю, Он никогда не возьмет. Я говорю, Ну, прочитай, сделайте. Он сидит, слушает, Но произвести не может. Он одержимый демоном. Сатана закрыл уста. Он глухонемой бес. Я показываю Храм Иерусалимский, В который пришел Христос. Из Икииля 41, 17. Ну, согласны или нет? Согласны. Так изображение, Да, изображение икон. Икон по-гречески. Весь храм был в иконах. И Христос не сказал, Что это капище, А сказал, Дом мой. И на это не могут ответить. Нет ни одного места Писания, Повторяю, Ни одного, В котором сектанты Разбирались правильно. А он знает, Что да, Он меня любит, Христос возлюбил меня, Я его люблю. Все на этом кончилось. Мы сегодня только Разбирали на занятиях, Что такое любовь. Любовь моя к Богу, И Божья ко мне. У нас все не так, В разуме не так. Не сама ли природа учит, Но природа не учит любить врага, Нигде нет этого. Так что тут ниже, На первое место вылезет. А нам нужно, Чтобы учение Христа высветилось. Высветилось. Вот это, О чем я говорю, Это во всех темах Будет самое главное. В чем они нас упрекают, Почему они не православные, А мы ушли вот от этого, У вас столько. Я говорю, Без этого, Перечислено это. Перечислено там, Ну все буквально, Лишь бы было священство. Но дальше они не хулили. Конечно, Чтобы они не брились, Галстуки не носили, Это определенно. Они ничего не идут, Нигде. Если принимать, Значит все принимать. Я делаю вот такое Рассуждение показываю, Что если, Если бы они согласились, Сказали, Вот без того, Что впереди, Ну можно заново пересчитать, Сколько там таких пунктов. Без святых не упоминать, Но труды-то их возьми. Нет, Они берут разных американских, Там Джозевов, И каких-то, Только нет. Каргеля они признают, Кригера признают, Билли Грэма признают, А Златоуса нет. А Ярл Пести проповедовал, Златоуса цитировал. Все, отошел. Мне бы еще хотелось Прочитать толкование На Матфея 23.8.12, Которое всегда написано, А вы не называйтесь учителями, Ибо один у вас Учитель Христос, Вы же братья и отцом, Себе не называйте Никого на земле, И покинул вас Отец. Фракта болгарска тут немного. Христос не запрещает Называться учителями, Но запрещает Страстно желать Этого названия Всеми способами Стараться о приобретении его, Ибо учительское достоинство В собственном смысле Принадлежит Одному Богу, И словами Отцом не называйте, Не возбраняет Почтение к родителям, Ибо желает, Чтобы мы почитали родителей, Особенно же духовных отцов, Но возводит нас Этими словами К познанию Истинного Отца, То есть Бога, Так как Отец В собственном смысле Есть Бог, А плотские родители Не суть виновники бытия, А только Содействователи И слуги Божии. Показывая Пользу смирения, Господь говорит, Что больше из вас Должен быть слугою И последним Между вами, Ибо кто будет Сам себя возвышать, Считая себя Чем-нибудь, Тот будет Оставлен Богом И смириться. Так, ну понятно По Отцам и Учителям Вопросов нет? Разобрались? Тогда давайте дальше. Десятое возражение Сектанта Христос Запретил апостолам Брать за труды, А ваши пасты Берут. Матфея 10.18 Больных Исцеляйте, Прокаженных Очищайте, Мертвых Воскрешайте, Бесов Изгоняйте, Даром Получили, Даром Давайте. Ну, наверное, Имеется ввиду Требы. Когда священники Ездят, Там освещают Офисы Там всякие Разные Даже бывает, Что и Непотребные места И здесь Она за деньги Отпевания Там И всякое Всякое Прочее Что же им на это сказать? Православные Прежде всего Нужно заметить, Что сам Христос Апостолы Оставивши все Последовали за ним Матфея 19.27 Вот мы оставили все И последовали За тобою Что же будет нам? Питались И содержались За счет Уверовавших Во Христа Которые служили Ему Имением Своим Иоанна 12.46 Иуда Симонов Искариот Имел при себе Денежный ящик И носил Что туда Опускали Слова Христа Даром Получили И даром Отдавайте Даром И отдавайте Говорят Не о Не о Даровом Совершении Труда Апостолов Которые будто Не должны были Брожать ничего У верующих Для своих Нужд А говорят О том Что апостолы Получив Даром Дар чудес Исцелений Должны совершать Их даром А не за Поплату Как Симон Волок Деяние 8.18.24 Симон Увидев Что через Возложение Рук Апостольских Подается Дух Святой Принес Им Деньги Говоря Дайте И мне Власть Сию Но Петр Сказал Ему Серебро Добудет В погибель С тобою Потому Что ты Помыслил Получить Дар Божий За Деньги Нет Тебе Всем Части И Жребия Ибо Сердце Твое Не Право Пред Богом И так Покайся В всем Грехе Твоем И молись Богу Может Быть Отпустится Тебе Помысл Сердца Твоего Марк 1.44 И Сказал Ему Смотри Никому Ничего Не говори Но Пойди Покажи Священнику И Принеси За Очищение Твое Что Повелел Моисей Левит 14.13 И Заколит Овна На том Месте Где Заколают Жертву За Грех И Всесожжение На Месте Святом Матфей 23.23 Горе Вам Книжники И Фарисеи Лицемеры То Даете Десятину И Оставили Важнейшее В законе Суд Милость И Веру Сие Надлежало Делать И Того Не Оставлять И Иоанн 4.8 Ибо Ученики Его Отлучились Купить Пищу Вопросы Здесь Игнарь Тихонович Надо Что-то Дополнять Еще Оставили Как Считаете Мы Сегодня На собрании Об этом Говорили Я Выставил Маленький Ролик Сняли В Храме Христа Спасители Везде Идет Торговля Которую Господь Выгнал И запретил И даже Вещь Не Проносили Чтобы Все Упирается В ту Десятину Которую Бог Заповедал Брать Вот Меня Очень Удивило Когда Ян Златоуз Говорит Вот Бог Великий Пост Семь Недель Он Говорит Берет Себе Десятину Что Богу Посвятили Были Мы В посте В молитве Крепости Как Семь Недель Но С этим Я согласен В субботу В воскресенье Поста Нету Даже Великий Пост Разрешается Растительное Масло Уже Поста Нет Настоящего Остается Пять Дней Пять И семь Тридцать Пять Тридцать Пять А где А вот Где Еще Одна Суббота Одна Суббота Постная Перед Пасхой Тридцать Шесть И с вечера До утра Полдня Получается Тридцать Шесть С половиной А дней Триста Шесть Сять Пять В году Запятую Только Перенеси И Получишь Три Шесть С половиной Вот Никогда Сам До этого Не Додумался Десятину Бог Берет Так Это Было Ветхом Завете Нет Апостолы Приносили Все Ложили Десять Десятин Не Одну Десять Вот Сейчас Новый Год Будет И После Нового Года Первое Богослужение Батюшка Приезжает Я уже Знаю У меня Пенсия Сейчас Большая Восемь Тысяч Вот Значит Восемь Десятин Получается Десять Тысяч Я должен Я отдаю Всегда За год Вперед У меня Дохода Нет Ни рубля Ниоткуда А у батюшки Там Овешек До сотни И прочее У него Есть доход А я ему Плачу А он Родной Брат Да это Не ему Надо Мне Это Надо Мне Я ищу Милости От Бога Господь Говорит Я открою Небо Для вас А то Что я Благословен Во всех делах Которые Божественны Это даже Самые лютые Враги Понимают Что сделать То что мне Удалось Сделать Это нельзя Сделать Это невозможно Почему Десятина Все пробила Бог дает Милость Обильно Открыл Небо Я отвечаю Есть Это надо Пить надо Десятина А кто будет Платить Когда он раз Пришел Только Только члены Общины И поэтому Торгашеские Отношения Установились Богом Десятину Введи И все Отпало Ничего Не надо Вот у нас Сколько Уже Ну еще Будет Двадцать Один Год Так Наверное Двадцать Семь Ну да И у нас Еще не было Ни одной Копейки В продаже Ни свечи Весковые Свечи Все у нас Есть И вопросов Нету Никто не ходит Со свечами Там Кто на это Дело Вызван Там Есть такие Помогают Батюшке Чтесы Они Зажигают Батюшка Целую пачку Принес Свой Воск Сами Вылили Все Законно Благословенно А то Говорит Нельзя Можно Нельзя Потому что Ничего Не делали Полная Тишина У нас Абсолютно Полная Тишина Даже Переступать Нельзя Даже Семь минут До Богослужения Все Обязаны Зайти И молча Углубиться В молитву Подготовка К молитве Через Семь минут Открывается Царские Врата Начинается Богослужение Ну где Это есть Такое Простое Не сделать Не сделать Нигде К нам Приезжали Архимандриты С патриархии Кого только не было Уставы Фотографируют Переписывают Я у себя Все сделаю Сердце Загорелось Приехал Свои же Попы Задавили его Что ты Придумаешь За сектантов Был Да ты Там и Ну то есть Безбожники Непробужденные Мертвые Поэтому Такие Зловонные Слова Выбрасывает Рот А устата Говорят Это избытка Сердца Язык Это та Лопата Которая Выбрасывает Что через верх Уже идет Златоуст Говорит Из ямы Добрый человек Из доброго Сокровища Выносит Доброе Вот мы Выносим Доброе Говорим Азиатистин А у них Дурное Дурное Что Торговля Софринское Изделие Все Абсолютно Продается Все Даже Наиспоит Идет человек Вот принято Так Что пришел Со свечки А зажигать Нет А когда свеч Батюшки Наиспоит И свечку Кладут рядом А потом Их набирается Быстро Набирается Люди Идут быстро Один за другим И полная корзина Двумя руками Несут опять В торговую точку Она подсчитывает Сколько стоит Вещит И батюшки Это до валюты Гонит Я там был В церкви Знаю А что сказать Сказать Это ничего Не даст Сказать Надо делать Платите святую десятину А священник не берет Он не берет Ты думаешь Деньги ему лишние А он понимает Возьми Значит нельзя торговать А твоя та десятина Это крошка По сравнению с тем Что они зарабатывают На таких машинах ездят Все люди Это видят Вот ответ Ваши священники Они говорят Справедливо Но только не так Что нельзя брать У них тоже берут Но у них У адвентистов Седьмого дня У них строго Десятина У баптистов Этого нету Там кто Сколько еще Даст А вот Я был За границей У православных Там Подходят На исповедь И с собой Так Ну как у нас Профсоюзная книжка Написано Налог Заплатил То есть Налог Платится В определенные Ведомства Как в Германии Приезжаешь Ты там Сейчас допустим Прописываешься Тебя спрашивают Сразу же А какой ты вера Ты говоришь Я эговист В свете Легова Ну туда деньги Будешь переводить А там уже ваши Распорядятся На ваших Которые зарегистрированы Там Кто их трудится Это там Генерал Полковник называет Вот они будут получать Вот так Все А вы верите В то что Ну Вообще Вот это вот Учение Господа О десятине Оно Будет Введено В практику И как раз Об этом Будут учить Епископы И священники Ну что значит Вера основывается На чем то Осуществление Ожидаемо Уверенности Невидимо Включите микрофон Извини Что такое вера Апостол Павел В 11 главе К евреям Говорит Уверенность Уверенность Невидимым Вера С ожидания И мы ожидаем Это Ну а будет ли Я в это не верю У меня веры В это нету Почему Как они на это пойдут Он раз Сто меньше Получать будет С десяти На пойдет Они же безразмерны Вы даже не представляете Сколько они там Получают И что есть Он получает Допустим Ну я не говорю Не о мелких Каких то Которые грабят Архиерей Разоряет буквально На каждого Оброк налагает А этого не надо делать Не надо Вот у нас Этого не было А епископ был И мы платили Поддерживали его Но он бедный такой Батюшка один Мне пишет Вот архиерей едет Когда берет с собой Свиту попов И всех надо угостить Когда служба пройдет И да еще Конвертом заложить дать И не знаю Ни одного архиерея Говорит Который бы это не делал Поборы Вы знаете Я говорю Я знаю А кто Я говорю И в тихие курочки Он у нас был 13 лет епископом У него ничего нету Даже носков нету Вот весь ответ Такой есть епископ Он еще живой Можно с ним познакомиться Город Ишим Богоявленский собор И тихий курочкин Батюшка едет Всегда нагрузится Меду там Банок сколько Что только можно Что можно Ну и деньги конечно И надо содержать Вот у нас батюшка сейчас Мы когда основывали Общину Все так было Ему дают и все Будет другой священник Придется уже Ну кто там у нас есть Избранное это дело Финансовый работник Вот на него А дальше уже будет распределение Если община еще будет Мы показали Что можно Вот в этом разрае Жить свято Жить чисто И весь ответ Вот приезжает Вот приезжает Даже сейчас у нас Когда служат Потеряевки Патриарши Это митрополиты И прочее И обеды у нас И все такие Шикарные просто Почему? Да у батюшки Всякая живность есть Там матушка Четыре огорода держит Все есть Все и курицы И мед он купит И мясо И птица И баранина И шашлыки Что угодно Он каждому отмерит Отрубит Дает там Сколько Так что Десятина Вот у меня Десятина Есть стихотворение При желании Можно было бы Просчитать Да Светая Десятина Это На форуме Надо смотреть Микрофон Отключился Игнает Святая Десятина Это надо мне Просто открыть На форуме На нашем форуме Кто-нибудь Зайдите Знаете как зайти И там в поисковике Я могу это сделать Чтобы Вова подошел И прочитать Это стихотворение О Десятине На нашем форуме Форум Не сайт А форум Что надо сделать? Ну что-то Вот это Городушку-то мою Разломай Запись А я открою Сейчас Обожди Так а я что открой Толку-то Виталий Ты мог бы открыть А тебе никак нельзя Да пускай Идут Я участвую Дело в том Что я В Екатеринбурге Я не дома Я в машине С телефона Вот пытаюсь Что-то помочь Извиняюсь Все понятно Так Что сказать-то на это Ну никак По-другому нельзя Ну дальше продолжай Ну запомните На нашем форуме Десятина Там все Об ней написано И большое мое стихотворение Вот 36 строчек И напротив каждой строчки Место писания Надо Библию открыть 36 раз Чтобы стихотворение Прочитать О Десятине И противоречит Которые люди Против Святой Десятина Воюют Это люди Нарушители Закона То есть они говорят Что Кто сколько даст А кто сколько даст Никто и ничего не даст Поэтому торговля И торговля Она Десятина Их все пожигает Даже духу не останется Отошел Продолжим Одиннадцатое возражение Сектант Все священники Носят длинные одежды Евангелие от Марка 12.38 И говорил И в учении своем Остерегайтесь Книжников Любящих ходить В длинных одеждах И принимать Приветствия В народных Собраниях Православный Если бы Здесь Обличались Священники За ношение Длинных одежд То так И было бы Сказано А здесь Речь идет О книжниках И фарисеях Всякому Известно Что наши пастыри Носят неудобные Для них длинные одежды Но не по тщеславию А потому Что для них Установлена Такая форма Одежды В России Длинную одежду Носили пророки Четвертое царство 2.8.13 И сам Христос Носил Тут В чате Стихотворение Выставили Это Может быть Прочтем Игнать Тихонович Виталий Видит Нет Виталий Стихотворение Видит Ну Ну Давай Давай Да Вижу Сейчас Давай Дружок У тебя Хорошо Получается Чтение Только Не торопись Четко Ясно Прочитывай Десятину Бог Установил Многим Десятина Неизвестно Автор У нее Эммануил Со священством Повенчал Невесту Все Что удается Нам Добыть Спотом Зарабатывать Заработать Спотом Заработать Прикарманить Верные Свободные Рабы Обратите На нее Внимание Все Обязаны Святую Десятину В церковь Принести Отдать Священству А иначе Бог тебя Покинет Святотанцам Нет Пред Богом Места Иегова Обещает Много С неба Изобилия Послать Десятину Не кради У Бога Милости Получишь Без числа Так Одна Десятая Всего То Чего Коснулись Десять Бальцев Что Отмерил Разумом Ногой Изначально К нашему Прижалась Эту красоту Излишек Счастья Саваоф На время Нам Вручил Осветить Двое Десятой Частью К милостыне С детства Приучить Не смотри Что в храме Есть достаток Покорись Смиренно Перед словом С неворованным И сон С устатку Сладок Послушание Ляжет В изголовье Десятина Уберет Торговлю Установит В храмах Пишину Приноси Ее По доброй Воле Приучи К тому Детей Жену Десятина Чудная Картина Гармоничность Чинность Высота Без нее Мы все Под карантином У разрушенного Жадностью Моста Все 26 июня 2003 года Игла Спаси Христос Продолжай И сам Христос Носил длинную одежду И сам Христос А Сейчас А Ну меня слышно И сам Христос Носил длинную одежду Иоанн 19 23 Хитон 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 Долгая Нижняя Одежда То есть Долгая Длинная Исход 28 4 Вот одежды Которые должны Они сделать Наперсник Ефод Короткая Одежда Верхняя Риза Хитон Стежной Кидар Головное Украшение И пояс Иоанн 19 23 Войны же Взяли Одежду Его И поделили На 4 части И Хитон Же был Несшитый А весь Канный Сверху По преданию Хитон Ушел на Кавказ В Мицхете Житие Святой Нины Просветительницы Грузии Здесь смысл Что Длинные Марка 1238 Книжников Любящих ходить В длинных одеждах И принимать Приветствия В народных Собраниях То есть длинные одежды Указывали На тщеславие На Принимание Приветствия Поэтому Они Эти длинные одежды Одевались К нашим Длинным одеждам Они никакого Отношения Не имеют Которые Носит Наши священники Ибо Это была Установлена Такая форма Одежды России Не по тщеславию А так Была установлена И К тому же Они Не совсем Удобные Так Об одежде Что-то Добавите Игнать Тихонич Еще Тут Что Читаете На каждый раз Православному Не надо было Это считать Если Сектант Исследуете Писание Написано 539 Иоанна Он должен Был сам Это найти Где написано Вот про то Или другое Мы Зачем Ему Говорим Подальше От От Вития Очень Подальше От Губ Нет Микрофон От Губ Подальше Так Слышно Поближе Слышно Наушники Можете Одеть А микрофон От Подальше От Губ Ну или Так Читайте Вот так Ладно Нет Так Не Ладно Вы Наушники Оденьте А микрофон Подальше От Подальше Вот оно Подальше Вот дальше Никак Отломить Вот так Хорошо Вот это Что мы Приводим Православный Говорит Если бы Они Читали Писание Внимательно Ему бы Не надо Было Читать Он Уперт Один стих Вырвал Почему Что такое Секта Это Узость Взгляда На истину Узость Он берет Одно место Узко Как танковая Щель Узость Взгляда На истину А что Такой Секта Это Нечто Грозное Зловящее И неуловимое Это Наработка Очень большая Была У миссионера Грозная То есть Секта Любая Это А заканчивается Адом Вот они Поют Хорошие Там сидят И как правило Без платков Они не молятся Они постыжают Голову Не видят Бреются Все подряд В галстуках Они окружены Этим Несчастьем Мира И не видят Притом Разные Разные Сектанты Везде ведут Одинаково Раньше Как-то так Не было Сто процентов Все сидят Без платка Или какую-то Там ленточку На голову Налепят Посмотри Как одеты Мусульмане Посмотри Зайди На нашу Общину Посмотри Как одеты Девочки Маленькие Там Грудничок И тот Одетый Как есть Они должны Были бы Сами Все это Найти Мы им Подсказываем А он Не принимает Ему Это не надо Если он Начнет Правильно Понимать Он Сразу Другим Будет Говорить Его Сразу Вышвырнут Оттуда Мы Не нападаем На них Мы Говорим Понимать Нельзя Называть Учителями А подряд Дальше Говорит Учитель 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 Я родил Наставник У меня Он говорит Тысячи Наставников Или мы Должны Выбросить Павлову Послание Все Тогда Можно Так Понимать Святых Отцов Не признают И Библия Узкий Взгляд На истину Неуловимая Почему Потому что Сегодня Понимал Так Завтра По другому Постоянства Никакого Я им Доказал Все Они Приходят И говорят А мы Посоветовали С братьями Понимать По другому А как же Так Вы вчера Говорили Ну говорили Ну это же Не закон Говорили Мы увидели Что мы Не правы Они теперь Новую лазейку Нашли Я их там Запечатываю А они Опять ищут Опять что-нибудь Найдут Даже Не о том Речь идет И вот здесь Одежда Сектанты Если бы пришли К истине То одежда Пускай Без одежды Там же написано Не в одежде Дело-то Все Двенадцатое возражение Сектант Мы не признаем Ваших священников Ибо они Такие Которых Молитвы Жертвы И служения Богу Не угодны Евреям Восьмая Глава Четвертой Пятой Стихи Если бы Он оставался На земле То не был бы И священником Потому что Здесь Такие Священники Которые По закону Приносят Дары Которые Служат Образу И тени Небесного Как Сказано Было Моисею Православный Православный Нужно читать Пятый стих До конца Когда он Приступал К совершению Скинии Смотри Сказано Сделай Все По образу Показанному Тебе На горе Исход 25-40 Тогда Будет понятно Что слова Здесь Такие Священники Относятся Не к нашим Новозаветным Священникам А к Ветхозаветным Которые Служили И приносили Дары По закону Моисееву Дары По закону Моисееву Ветхозаветные Священники Приносили Жертву По закону Моисееву А Новозаветные Приносят Духовную Жертву Тело и кровь Христову. По закону Христову, Лука, 22, 19. Хлеб есть тело моё, которое за вас предаётся, сие творите в моё воспоминание. Чаще есть новый завет в крови моей, которая за вас проливается. 1 Коринфянам, 11, 24, 25. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело моё за вас ломимое, сие творите в моё воспоминание». Матфея, 26, 28. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иоанн, 6, 51. «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сие будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Я вот, честно говоря, когда читал вот это, вы не признают наших священников, это место Писания я вообще даже не уловил. Всё тут можно не признавать. Насколько у них атрофированный ум. Да, там были водхозаветные священники, приносили дары. Тогда это было угодно, сейчас не угодно, потому что сам Христос. Что тут? Непонятно. Всё понятно. Вопросы? Идём дальше. Тринадцатое возражение. Сектант. Из священного Писания видно, что степеней священства две. Пресвитеры, епископы и диаконы, а вы придумали ещё архиереев. Деяние 20 глава 17-28 стихи. Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пости в Церковь Господа и Бога, которую он приобрёл себе кровью своей. Филипийцам 1.1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Никаких архиереев нет здесь. 1 Тимофея 3 глава 1 по 2 стихи 8. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трест, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Дьяконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы. Здесь тоже никаких архиереев не упоминается. Во времена апостолов, епископ и пресвитер носили одни и те же... Так, это уже, наверное, пошло возражение православное, я так понимаю. А, нет, это еще все сектанты идет. Во времена апостолов, епископ и пресвитер носили одни и те же названия. Как теперь, например, священники. Евреям 7.7. Без всякого же прикословия меньший благословляется больше. Тит и Тимофей, как епископы, имели право через рукоположение поставлять пресвитеров. Послание Титу 1.5. И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. 1 Тимофеев 5.22. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Епископы поставлял собор епископов. 1 Тимофеев 4.14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Апостольское правило первое. Епископа поставляют два епископа. Понятно, откуда сектант может апостольское правило первое. Титул 1 глава 7-9 стих. Ибо епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, и не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в странном учении и противящихся обличать. 1 Тимофея 3 глава 3 по 13. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не свербролюбив, а ваши пастыри подвержены всяким порокам. Ну, что православный возразит. Ну, я, если честно, согласился бы с сектантом как в какой-то степени. Православный, несправедливо на основании отдельных случаев огульно приписывать порочность целому сословию людей. Без греха один Бог. Откровение 15.4. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо ты един свят. В приведенном высшем месте из послания Павла к Титу изображен идеал, образец пастыря, но вполне обладать всеми указанными качествами ни один человек не может. Сказано, будьте совершенны, Матфея 5.48, и по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петера 1.15. Кто из людей совершен? Никто. Разве только человек самообольщенный? 1 Иоанна 1.8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Во всех людях, и пастырях в том числе, мы можем найти недостатки. Однако в делах веры мы должны повиноваться, и худым пастыря. Ибо они носят благодать священства. 2 Коринфянам 4.7. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 3.5.6. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-нибудь от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. 1 Коринфянам 2.5. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 2 Коринфянам 12.9. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя завершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Иуда был не только предатель, но и вор. Иоанн 12.6. Сам Христос назвал его сын погибели. Иоанн 7.12. Даже дьяволом. Иоанн 6.70. Однако и он был сопричислен к апостолам. Деяние 1.17.25. Матфея 10.6.8. Иоанна 13.20. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А принимающий меня принимает пославшего меня. Книжники и фарисеи противились учению Христа, искали убить Его. Но Иисус велел не поступать по делам. А что? А что говорят делать? Матфей 23.3. Итак, все, что они велят соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. 1.5.19. Обвинение на пресс-фитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Так. Ну, понятно. Муж одной жены, муж одной жены. Когда, когда, напомните, пожалуйста, когда стали епископы вообще официально, так скажем, без жены одиноки? Монахи. Не знаю я, когда. Давно это было, видимо. Игнарь Тихонович. Когда монахи к власти пришли? Когда женатых притеснять стали? Я на эти вопросы уже отвечал много раз. Вы в моей книге зайдите и посмотрите о священстве. Это на нашем сайте. Там все это найдете. Я не хочу, чтобы это легко получали. Там прямо указывается, когда, на каком соборе было, почему запретили, с чем вызвано, какие ответы были, какие несогласия. Что об этом Григорий Петров говорит? Иоанн Златоуз. Вот зайдите на наш сайт. И там 4124 ответа я даю. И найдите священство. Там есть ответ. Только что читали о немочих, о глиняном сосуде и так далее. И примеров сколько. Вот взять Феодосию у нас, про него страшные истории ходят. И много сейчас и ладно там с женщинами, и мужевожество, и все остальное прочее. Ну вот как это? Как к этому относиться? Непонятно. И Лукашенко там на всеобщем собрании тоже там намекнул прозрачно, непрозрачно на то, что епископы имеют тайно там жен. как к этому относиться? Не знаю. да зачем нам относиться-то? Это нас и не касается совсем. Ты только это вникни, и ты второй сутармин будешь. Праздник девству давай праздновать. Ну это он отвечает за себя. Мне-то никакого дела до этого нет. Он приехал в митрополит, а я буду исследовать, как кто. Ведь речь-то идет о бревнах моих, а не его сучке. Многое зря говорят, наговоры ничем не связанное. Просто отвечать не на что. А он сказал. Сказал-то, сказал, а мне-то какое от этого дело, что я сказал? Должен подойти и его спрашивать. Ну спроси. А если этого не было, тебе легко будет. Не знаю. Мне никогда не приходилось об этом даже думать и говорить. Вот такой-то его видно. Его по-многому видно. Отойди от него. Перейди к другому. Там побеседовать или священник не такой. Да, не такой. Ну процент таких, что не такой, совсем не такой, немного. Остальные это работают, трудятся, не проповедуют. Это вопрос уже решенный, что не проповедуют. Все. А где тут объяснение претензий сектанта по поводу архиереев? Вы на сайт зайдите на наш сайт. На первой странице главной, на правой стороне написаны ответы. И там есть священство. И освященство, и даже монашество. Вот эти там 55 папок. Найдите. Там много литературы приводятся. Откуда, когда было, какие были споры на эту тему, что не женатые. Там все есть. Нет, вопрос был сектантом задан об архиереях, ответа здесь в вашей книге нет. Да я не о книге говорю-то. Ты чем слышал? Я говорю, на нашем сайте, на нашем сайте взяты ответы из моих книг. И там говорится, ты прочитай все, что о священстве. Там вопрос-ответ, вопрос-ткни, ответ открылся. Монашество, про монашество, епископы, про епископы, ткни. Посмотри, в какой папке ты найдешь? Я тебе уже показал, сузил, все. Да я сектант, мне лень тыкать. Вы вот мне ответьте сейчас. В четвертом веке, что тебе дало это? Это ни грамма не приблизит тебя сектантом. был сектантом, таким и останешься. Тебя не приблизишь никак. В каком веке? Мы раз с этим согласны, но уже так сложилось. захватили власть. Как говорит, что строится, говорит, не церковь, говорит, а царство попов да монахов, а не царство Божие. И все равно работать надо, надо трудиться, смириться. Мне это никак не повредит. В каком веке он стал такой, что из этого? Мне гонение было, батюшка сегодня говорил, при советской власти-то, какое отношение людей было к священнику, благоговейное, а сейчас никакое. Сергей, можно задать вопрос Виталию Калиникову? Я хочу спросить у Виталия, когда он прочитал осуждение сектанта архиереев, епископов, то сразу же Игнатий Тихонович приводит там, что несправедливо на основании отдельных случаев огульно порочить целое сословие людей. То есть, он понял это, что не всем это касается и говорить, что можно согласиться с сектантами, то этого не нужно говорить, как бы не совсем это православному к лицу. Он понял это или нет? Ну и замалчивать это тоже не надо. Да, это у нас есть. А что мы будем лгать, что у нас этого нет, что священники, что Алтай переблеваны, что они неверующие 90%. Что мы будем сектантом врать, что у нас все хорошо, тоже этого не хуже. Поэтому надо с ними отчасти согласиться, ну и говорить, что это Виталий правильный на суде. Да нет, ответ-то прозвучал, там действительно идеал, идеал написанный, никто не подойдет под этот идеал. И вот когда я читал от лица православного, там и сказано, что ну успокойтесь, такого вообще нет человека совершенно. Ну и только Господь Иисус Христос. А так какой? Вот так. Я не пойму, Виталий, ты чем слушаешь? Игнатий Тихонович сказал, что есть такой епископ, вот там где-то поблизости живет, я не помню, город, который он назвал, который приближается вот к этим словам. Да Виталий не обсуждал, что их нету. Он говорил, что такие есть. Я согласен, что такие есть. Он не говорил, что он все такие, Виталий. Вот. Да он и сектант, он и не говорил, что все здесь у вас такие-то. Я же сектанта читал. А сектанту один раз скажи, что есть такие, и ему хватит для того, чтобы убедиться, что все православные такие. Сектанту один раз солдат, что таких нету. И он убедится, что наша вера лживая. Это кто? Поэтому надо правду говорить до конца. Сергей, и сразу по ходу маленький вопрос. Ты говоришь, вот одежда у священства не совсем удобна. Это ты как сказал? У тебя была возможность носить ее, и ты испытал на себе это, или как? Я прочитал это. И я с этим согласен. Мужчине в длинной одежде ходить, но я вижу, что они постоянно задирают как-то вот. Я с этим согласен. А те, которых сектанты имеют в виду, они длинные одевают, то есть они в нем удобно, комфортно. Еще там длинные рукава, длинные одежды, то есть они бояре там ходили с длинными рукавами. У нас еще поговорка есть работать спустя рукава. Вот. И всякие там на пиршествах они приходят там и все это. Я не... Это имелось в виду разность в одежде. То есть одна одежда одевается по тщеславию, а другая это роба у него такая. Она как бы может быть чем-то неудобна, но в то же время она черная, там не марается, там я не знаю. Не носил я длинных одежд. Ни как тщеслава, ни как роба. Ну как робу я патрук у меня длинный, мне по работе надо, удобно в принципе. Когда это надо, когда хочется бежать куда-то, тогда он длинный, мешается. Ну одежда священника, Сергей, одежда священника, она же не просто откуда-то взялась, а как-то она появилась, чем-то она была ословлена. А может Игнатий Тихонович нам разъяснит четко по поводу одежды священства. Откуда это взяло? Может быть надо им ходить как сектантам в пиджаках и в галстуках, тогда проще и убегать, и ничего не мешает, и руками махать, и всем остальным. Давайте спросим. Игнатий Тихонович, будьте добры. Что, Прадед, про одежду откуда взялось? Все из Ветхозавета. Это есть такая книга, Новая Скрижаль называется. Большая книга, редкая такая. Ее священники мне не раз заказывали достать. А сейчас она издана была Жорданвилле в Америке. Когда, в каком веке? Вот профессор Балинович, это преподаватель Киевской Духовной Академии прошлого столетия еще там, до революции было где-то. Книга эта очень толстая, 800 страниц, наверное. И у нас один брат, он юрист, он купил эту книгу. Я не мог, потому что дорогая такая, но там абсолютно все. Когда первая эта молитва, откуда появилась эта одежда, почему она называется подризник, почему стихарь, как он выглядел, и все это с рисунками показано. Я посмотрел это все в той и другой книге. Что нужно, я себе выписал, но мне это ничего не нужно. Я не священник, но я рукоположный чтец, и имею право проповедовать в храме при митрополитах, при патриархе. И заходить в алтарь, но я не захожу, меня там никто не видел. Мне по размеру сшили подрясник. Я готовился, все закончил уже, как говорится, заочинь семинарию на дому протеерея, кандидат богословских наук, пивоваров Александр. И нас три брата было. Я должен был первым рукополагаться. Я надел, постоял маленько, помолился, снял и сказал, это не мое. А батюшка второй, второй тогда был рукоположен уже. Мы трое готовились к рукоположению, три родных брата. И теперь откуда, чего, где взято, все это известно. Мне это не надо. Что касается внутри алтаря, я туда не захожу и не касаюсь. Это не мое. Мое это улица. Вот Зоя Крахмальникова, Зоя Александровна, она сидела здесь, в Алтайском крае. Она кандидат каких-то там философских наук была или что. Она как раз, вы зарядите себе, найдите горькие плоды сладкого плена. Ну, зарядите, просто вам удобнее из интернета взять, оно там есть. Горькие плоды сладкого плена. Зоя, Зоя Крахмальникова. Я ее считал, как пророчица Девора, она восстала над миром, она все сказала. Вот мы с ней беседовали, как она говорит, вот вы, на меня говорит, вы трибун, вам нужна аудитория стадиона, а я кабинетный работник. И она там такое место касается, которое я никогда не касался. Женщина. Она, ну, очень грамотная, кандидат там наук и прочее. И когда, в какое время и как. Это что, к священию конносится? Меня это совершенно не касается, никак. Но все взято из Ветхого Завета. Прямо оттуда, скопировано. Но в данной обстановке это оправданная одежда, она должна, как она должна восприниматься православными? Приниматься так, как есть, с благоговением, со страхом Божиим. Я про это говорю. Я православный, и поэтому ничего не отвергаю, но я должен ответить так, как есть. Если там видится обман, я его высвечиваю. У нашей службы идет, посмотри, как одеты, когда отец Аким служит с архиереем, все одеты. Это не наша сфера, нам туда не надо заглядывать даже. Сектанту мы ответили, для работы где-то одежда неудобная. Она не предназначена для работы. Она неудобная. Сено метать-то мы работаем, где-то носить, что-то с землей возимся. Ну, неудобная, длинная. Она не то, что как платье, он путается ногами, путается в ней. А для в храме она как раз та, что есть. Но сектанты если присоединялись, бы сказали, ну, без галстука. Ну, мы можем принять священство, но без этих длинных одежек, конечно, можно. В Новом Завете нигде не показано, но его довели так, что на рукавнике они привязывают. Ну, на рукавнике, там 20 длина его. И дальше веревочкой припутывается. Если нет нарукавников, вот, он уже не может служить. Мы пришли крестить нынче были, на озеро пришли. Тут крещаемые стоят. Тут хор поет. Но батюшка торопился и не сказал, а они не взяли. И теперь батюшка посылает посыльного на рукавники принести. Он тут делает подготовительно разное. Все время смотрит в ту сторону. Принесут, но это уже зависимость, а это уже не годится. Он сделал, чтобы не быть осужденным. Ему и право не дано их снимать. Но в данном случае, вот оказалось так, кадильницы нету, все. Ну, разве в кадильнице дело? Вот я смотрел и сказал, священническая одежда и кадила очень хороши, когда у нас в храме много комаров. Ее не прокустить, она как попона лошадиная, толстая, ториза-то. И все время внизу машет дымом, отгоняет. Его ни один комар не кусает, а нас заедают. Так что священник еще и выгоду имеет от этой одежды от кадила. Прикамаринные. Да и так понятно, теплее ему. 30 килограмм, что ли, говорит, даже вся одежда весит. Это не просто так, подвиг. Ой. Да, спасти Христос вас, только не на рукавнике называется, а поручи. Поручи. Да, поручи. Так и называется. Это полнославянский, кстати, поручи. Я это поясняю, чтобы люди понимали, так, поручи, а в скобках дается на рукавнике, все поясняется, как это. И вот новая скрижаль. Желаешь, заряди ее, найди, в интернете она должна быть, книга. И там подробно, в каком веке, когда было, у Павла была одна филонь. Филонь, принеси. Книги особенно кожаные. К титу пишет. А что филонь? Плащ. Обыкновенный плащ. Очень хорошо это описано Александр Мень. Он из книг выбрал. Вот священники, когда уже в чашу все, не вино, а кровь Христова. Чаша стоит. И они берут за два конца такой плат широкий, как платок. И они им машут, стоят вот так, колышут. И называется это воздух. Воздух. А на самом деле, что это? Они машут для того, чтобы туда мухи не попали. Мух гоняют. У них назначение мух отгонять. Вот это и Петрахиль у него, там, амафор накрытый. Это вокруг плеча, амафор там. Это всего лишь полотенце было. Полотенце подстирать. Там на юге-то жарко. Так, я что тут? Вам слышно или нет? Да, да, да. Подстирать. Обыкновенное полотенце. А сегодня как? Видите как? И Петрахиль, вот теперь он накроет тебя к фартукам этим. Это постепенно все такие формы принимал. А теперь уже назад не сдвинешь. Да и не надо. Пускай так будет. Меня это совершенно не касается. А что он бритый, меня это касается. потому что он обесчищенный. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. И последний маленький вопрос. Это кто говорит-то? Борис, что ли? Да, да, да. Слушай, Борис, я не знаю, как вас величать-то? Да, да. Величать-то как вас? Борис Семенович, ну вам можно просто, Борис. Да нет, Борис Семенович, я хотел вас поблагодарить. В которые вот вы выставляете, я тоже записываю, у меня авто, но у меня голос с той стороны тихий. Ваш такой голос, одинаково почти громкий. Я еще записываю сейчас и на видеоаппарат. Но я потом сравниваю, ваш лучше всех. И я его выставляю. Благодарю вас. Спасибо, Господи. У меня профессиональная просто стоит программа записи. Но, к сожалению, сегодня вечером уезжаю в госпиталь в Киев на излечение. Так что, кратковременно не буду выставлять, так что простите. Ну, по вашему делу, я могу вас спросить? Да, конечно. Ну, вот вы едете, у вас что, операция будет там? Или как? Иначе Диконович, дело в том, что в 79-м году я был в Афгане, и получил там 8 ранений. Ну, а теперь вот с годами это все приходит, все приходят болезни. Знаете, когда был молодой, думал, да ладно, все будет хорошо. А вот, когда уже 70 почти, почти, вам 80, слава Богу. И вы видите, какой, ну, такой резвый, да? Я вот совсем не такой, хотя и моложе вас на 10 лет, на 11. Вот. Ну, и приходится. А живем на Украине, сами понимаете, здесь все сейчас настолько страшно. Даже вот люди окружающие, даже, ну, подумать не могут, как у нас страшно сейчас все. Врачей нет, все убежали. Люди убежали в Польшу, в Германию. То есть, я даже не знаю, что будет с Украиной. Трудно, трудно представить. Мне кажется, апокалипсис уже начался, в общем-то. Ну, и потому, что я здесь не могу лечиться, приходится ехать в нашу столицу, город Киев. Там пока еще хоть как-то теплится жизнь. Пока записывать не буду, но приеду, потом с большим удовольствием продолжу эту деятельность. Я не ради любопытства спросил-то. Если можно без операции, обойдитесь без нее. Если по-другому нельзя, тогда дело другое. Спасибо, Господи, Вас. Спасибо, Господи. Мы будем молиться о Вас. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович. Слава Христа. Благодарю Вас. Аллилуйя. Так, все, теперь вопросы-ответы. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, по архиереям у меня вопрос, может, люди вкратце ответить и как сектанту сказать, что вот об архиереях-то ничего же нет в Писании. Ничего нет. Узость взгляда на истину, только и скажешь. Архиерея, архи означает старший иерей, а иерей означает священник. Ну, как же не сказано-то? Епископ, отец, архиерей. Сказали, по-гречески уже упал в обморок. Ну, сектант. Ему один раз объясняю, больше не объясняю. Скажу, учиться надо. Маленько хоть что-то надо знать. Вот у нас приехали в Потеряевку, ну, знакомая там нашим, молодой баптист, а уже затвердел у него отец баптистом. А мать его, наша прихожанка у нас здесь, и бабка прихожанка. Я говорю, а кто книги-то собрал, вот то, что Новый Завет-то? Он не знает. Я говорю, 85-е правило апостольское, там Ганнского собора, два правила. Он не знает. Я говорю, ну, так ты должен быть благодарен-то. Кто собрал-то? Там же надо было выбрать, их 20 евангелий было, а осталось 4. Я говорю, а кто перевел, он вообще ничего не знает-то. Я говорю, а держишь Библию, синодальный перевод? Да. А что такое синодальный, не знает. Они совершенно неграмотные. Они поют и поют. К нам приехала одна баптистка, она целый день, как кошка, мурлыкает. Я говорю, надо побеседовать, рассказать, а она нет, она опять, у ней песнопение. Это такое легкое, простое, там ничего нет. А вот наше, которое богослужение, на богослужение там высочайшая поэзия. Возьми, Давыдову, псалмы, сколько там всего. Холмы скачут от радости, леса там припоясываются, ну, проще. Про струнные дома, сапог мой. Столько поэзии, они это не знают. А зачем это? Христос меня любит, я спасен. Он уже спасен, а Павел говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Павел все еще думает достичь Христа, а сектант баптист он достиг, что обольщение. Вот православие в этом вопросе проявляет скромность. Не высокоумствовать, вот высокоумие просто. Еще не спросишь, не знаю, не считал. Я ничего, кроме Библии, не считаю. А я ему в течение одного часа докажу, что он Библию еще даже не знает. А я прочитал два раза. Ему он говорит, я говорю, так что два раза? Есть один баптист, он сто раз прочитал. А спрашиваю, где еще написано, понятия не имеет. А сегодня аудио включи. Моя насчитка, моя насчитка Библии, она есть в интернете. Заряди аудио, поставь мою фамилию и найдешь. Сегодня там музыку добавляет, то другое. Я считаю, ничего этого не надо. Мы просто считаем, свитки разворачиваем. Там музыки никакой не было. Если нужно, музыка, она бывает то печально, то как, и она никак не совпадет с тем, что сказано. Одно дело, и радуйтесь, и веселитесь, а в другом месте, горе вам, ибо к вам сошел сатана в великой ярости. Музыка не подделать, его просто насчитано, чтобы было. У нас, я попутно скажу, батюшке не будет неделю, он будет в разъезде, так что помолитесь о нем, чтобы вернулся к воскресенью. Не так далеко, но далековато. Он мне позвонил, мы молимся, путешествующий. Ну все, наверное, Сергей, уже 30 минут. Да, давайте помолимся. Достойно истерково истину, блажит Тетя Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, безыстрения Бога, слава Родшую, сущую Богородицу Тя величайя. Молитесь, сигнал. Отец наш небесный, благодарим Тебя за милость, явленную нам, что продлил нашу жизнь и позволил нам в этот воскресный день насладиться словом Твоим. Ты одержал великую победу над тьмою, над злом, над всякой неправдой. Научи нас сохранять себя от всякой лжи. Благослови брата Бориса, приготовь его, Господи, к тому, что придется перенести. Даруй ему здравие и возврати его с миром. И брата нашего Иоакима в этом путешествии сохрани. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович. Спасибо. Благодарю Вас за беспокойство Ваше. Спасибо, Христос. Дай Бог Вам многих лет здравия. Спасибо, Христос. Всего хорошего. Всех благ Вам, уважаемый. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христос. Спокойной. Спасибо.